Определённая часть казахстанцев долгое время считала, а по-моему и до сих пор считают группу 91, фриками. Но я бы их назвала трендсеттерами, ведь они основали целое движение кью-поп. А кто ещё так же сильно влияет на массы, выяснила Виолетта Тельманова. Мемберы 91 на старте карьеры и не подозревали, что тинейджеры побегут красить волосы в ярко-кислотные цвета и подражать их стилю. Спустя три года уже осознают всю ответственность своего влияния на Иглз. Да, мы признаём, что мы в каком-то отношении трендсеттеры. Мы как бы несем ответственность за тех, кто за нами следует. Поэтому мы стараемся быть честными. А вот Санжар Мади трендсеттером себя не считает. По его словам, никто не переспрашивает его об одежде, прическе и стиле. Сейчас эпоха блогера. Турлан Батыров, Арман из Ефрейма. Я вижу, что действительно люди хотят быть такими, как они. Они перекрашивают волосы, делают прически. Наверное, вот сейчас то время, когда вайнеры, они рулят. Известная в инстакругах Рамина Таипова с мнением Санжара согласна. Правда, выделить она может только себя. Я думаю, я. Нескромно. Теперь все будут волосы стричь под кореткой. Я вчера подстригла волос. Мне написали 700 комментариев. Меня с днем рождения так не поздравляли. И половина из них написали, что завтра я пойду точно так же подстригусь. Индия Едельбаева не собирается повторять стрижку Рамины. Ее больше вдохновляет Лидо. Она вот одна из немногих. На чью страницу я могу зайти, посмотреть, что сегодня в тренде, что стоит надевать осенью или какой-то сезон. Противоположное мнение у Леонида Жеребцова. Дизайнер считает, что в Казнете не за кем следить. Звездных инфлюенсеров нет. Это такие клоны. Клоны друг друга. К сожалению, пока не могу никого выделить. Что ж, каждая звезда влияет непосредственно на свою аудиторию. Жеребцов просто не входит в ее число.